Ежегодно в первое воскресенье октября в нашей стране отмечается День Учителя. Это важный праздник не только для самих учителей и тех, кто сидит за партой, но и для тех, кто давно позабыл, что такое уроки и домашние задания. Ведь учитель – это не просто человек, обучающий наукам. У него есть более важная миссия – вместе с родителями воспитать новое поколение и заложить правильные ценности. Сегодня узнаем у меньшан, какой же он их любимый учитель. Вы помните своего первого учителя? Да, конечно. Расскажите, какой он был? Или она? Она была, Людмила Владимировна. Я училась в Москве. Первый учитель запоминается в жизни, конечно, это как мама. Из дома, из семьи ты приходишь в коллектив, и именно первый учитель, я считаю, что он, во-первых, прививает любовь к учебе, и очень важно, какой будет первый учитель. Во-вторых, в его силе сплотить коллектив или наоборот его рассорить. Поэтому я думаю, что в жизни каждого ученика первый учитель – это значимый человек. Пожилая женщина, очень добрая, заботилась о каждом из нас, с нами общалась как со своими родными внуками. Да, ее зовут Лидия Дениса, ну, вернее, звали уже, к сожалению, ее нет уже. Строгая, справедливая. Распоминания хорошие вообще о учителях? Да, да. Ну, как его помните? Ну, нет, я училась в трех школах, но он и в таком вну помню. Это ваш первый учитель? Да, да. Да, всех помню, но больше всего помню учителя НВП. Почему он вам запомнился? Может, потому что у меня в семье одни братья были, и мне нравилось играть в все игры, а там учили автомат разбирать, бросать гранаты, марш-бросок, поэтому, может быть, Владимир Прокофьевич помню. Помню. Расскажите, как он учител. Учителя по географии. А почему именно? Ну, я много помню, но именно ее чаще всего вспоминаю, была очень строгая. У нас был очень много большой класс, вот, поэтому ей нужно было держать дисциплину, и у нас была дисциплина, действительно дисциплина. Ее звали Мария Александровна, вот. Я училась, жила в деревне, деревне Семковгородок, Минского района. Моя мама была учительницей белорусской языка и литературы, и рядышком школа была. Учительница была очень требовательная, но справедливая, и она много чему у меня научила. Как вы думаете, какие качества в вас заложили учителя? Понятно, что родители — это основная функция воспитания, но учителя же тоже что-то свое вносят. Да, безусловно. Дружба, умение дружить, умение прощать, желание учиться. И я хочу сказать, что я очень давно закончила школу, даже страшно сказать, называть такие цифры, но мы все равно с одноклассниками встречаемся даже там спустя больше, чем 30 лет. Мы хотя бы там раз в 5 лет, мы стараемся встретиться и друг с другом на связи постоянно. Ну, мне кажется, что учителя, наверное, научили нас думать, наверное, какое-то критическое мышление нам привели. Наверное, надо подумать. Может быть, уважение даже к сверстникам своим. К старшим, наверное, нас научили родители, а к сверстникам все-таки учителя. А вы как учитель, что самое важное вы стараетесь дать детям? Вот помимо того, чтобы рассказать предмет, что вы в них пытаетесь заложить? Ну, конечно, качество, доброты. И так как я учитель с музыкой связанную, то, конечно, любви к музыке, к искусству, друг к другу, уважение. Доброту. Выполнять все вовремя. Я приходила со школы, тихонечко, у нас четверо детей у нас было, у меня была отдельная комната, я садилась тихонечко на такие дно и такой стол, папа сделал, делала тихонечко уроки и старалась выполнять. Вот она привела такие качества. Что вы думаете, смогли ли бы вы справиться вот с этой важной миссией учителя? Могли бы стать вы? Да, просто. Могли. Может быть, потому что у нас многодетная семья? Нет. Нет? А почему? Ну, у меня нет терпения, я не умею объяснять. Это очень тяжело. Я по образованию географ, я пыталась работать в школе и поняла, что это тяжкий труд. Очень ответственно, не знаю. Я думаю, что да, потому что у меня мама была учительницей, я ей помогала даже, белорусский язык литературы она ввела, помогала ей даже тетради проверять. Мне было очень интересно. Ну, а вы можете рассказать о своем первом или любимом учителе у нас в комментариях. С вами были Минск Новости. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok